Привет ребята, сегодня мы поговорим о китайской ветке легких танков. Первой серьезной машиной ветки является 5916 и у него есть интересный выбор с двух орудий. Раньше это была фишка всей ветки, но сейчас, увы, лишь пара машин ее имеет, да и то с оговорками. Итак, 76 миллиметров, выше альфа, чем у стока, на полторы сотни больше ДПМ и чуть лучше сведения, лучше пробития базовым снарядом. Это ее плюсы. 57 миллиметров в свою очередь дает вам топ-2 пробития голдой на уровне, уступая только 12Т, хорошую точность, дикую скорость полета снаряда, почти 1000 метров в секунду УББ против 700 у топового орудия и 1200 с копейками на голде против 875 у 76 миллиметров. Отсюда логика выбора. Стрельба на дистанции и игра на голде 57 миллиметров побеждают безоговорочно. Экономный вариант для средне-близкой дистанции 76 миллиметров. У всей ветки довольно схожие проблемы, так как все эти машины фактически были сделаны на основе Type 62, поэтому я сейчас их перечислю и возвращаться к ним не буду. Нужно быть готовым к тому, что вам часто будут что-то выбивать. Из-за размеров танка в экипаж отбирали самых маленьких китайцев, которые сидели друг у друга на коленях и при этом держали подмышками боеукладку. Поэтому не удивляйтесь, когда за выстрелом вам вынесут пару членов экипажа и рассыпят снаряды. Бронежилеты танкистам не выдавали, потому что все, что было броней, забрал муразор на другие ветки. Ах да, баки. Они, как хорошие игроки в танках, постоянно заменяются желтыми. Поэтому постарайтесь не получать много выстрелов подряд, чтобы не оставить танк инвалидом. Если не уверены в том, какие места подставляют для получения урона, катайте автоматический огнетушитель. Теперь по самому танку. Шестой уровень нынче не самый приятный для игры. У вас мало хп и мало обзора. И вы все еще не имеете текущей фишки ветки, альфы. Поэтому геймплей довольно стандартный. Ищите где светить, стреляйте, когда уверены, избегайте получения урона. Не имея ничего выдающегося в своем арсенале, вы, увы, не можете сделать что-то уникальное. Перки по стандарту, лампа и маскировка всем остальным членам экипажа. Оборудование зависит от стиля игры. Хотите светить и иногда помогать уроном. Стаб, трубы, досылатель. Играйте на средних дистанциях и активно. Оптика, стаб и досылатель. Можно один из двух последних заменить на вентиля, если хотите больше обзора и точности. Если вы вообще уверены в своих силах и хотите фармить ВН-8, то берите вентиль, досылатель и оптику. Запасайтесь едой и голдой на 57 мм пушки. Со всеми перками и доппайком выйдет 451 метр обзора и при этом вы сможете крошить в хлам противника, если знаете, что делает. Благо всего за 500 урона будут давать уже зеленые, ВН-8. ВЗ-131. Вот тут ветка становится интересной. Вы теряете выбор пушки, потому что сток имеет лишь мизерную прибавку в ДПМе. Зато получаете альфу в две сотни и неплохое такое пробитие. Топ-1, что на ББ, что на голде. Причем, голда кумули, которые не теряют пробития на дистанции. И вы фактически можете отыгрывать роль СТ в топе и середине списка. И даже будучи одним из семи неудачников, выбранных на корм, вы сможете наносить урон. Свет, в зависимости от карты, может быть далеко не самым главным приоритетом. Помните про гибридность танка. 59-16 был топ-2 по маскировке на уровне. Вы топ-3, если не считать премов, и топ-4, если не забывать о том, что есть 13-57. Картош, если смотришь, то я просто упомянул его. Не надо в продажу вводить как защитника. Правильный геймплей на 131-ом это умение как светить, так и наносить урон. Тем более, что обзором вы похвастать не можете. 370 на 7-ом уровне это мало. Хуже дела только у ЛТГ, но у него выше маскировка. Из-за этого обзора на самом деле страдает геймплей всей ветки для новичка. С перками 131-ый может разогнать обзор на оптики, но где их взять в количестве как минимум 3 штук? Хорошо, если вы задержитесь на этом танке или предыдущем, чтобы их выкачать. Если ставить норму в виде стаба оптики и досылателя, то получается, что всякие восьмерки-девятки смогут вас тупо пересвечивать. Если же ставить трубу, то теряется активный геймплей подходящий для гибрида. С перками дела обстоят вот как. У нас заряжающий является радистом. Это суперский плюс. Взяв маскировку и лампу первыми, а боевое братство вторым, вы уже на третьем перке сможете качать орлиный глаз и радиоперехват. При этом не забудьте про плавный поворот башни для улучшения стаба. Думаю набор перков понятен, больше к нему возвращаться не будем. Экипаж китайских ЛТ самый приятный, простой и понятный для прокачки. Далее, ВЗ-132. Как по мне, этот танк настраивал криворукий и что-то подсказывает, что эти растущие с жопой вовнутрь руки находятся на фоне ковра. Короче, ваша стокпушка это топ орудия у 131, но у вас почему-то хуже точность. Из трех пушек лучше пробитие на голде у предтопа, а худше у топа. Раньше из этого танка можно было выкачать ВЗ-120, поэтому чьи-то очумелые раскорючки просто дописали двум пушкам букву А в названии, чтобы не было общих модулей больше. При этом не забыли понерфить пробитие на топе, но забыли на предтопе. Идиотизм. Но вернемся к танку. Почти копия 131. Чуть больше обзора, немного выше альфа, пробитием больше не похвастаешь. Из-за того, что встречаете десятки, из-за того, что теперь голда это подкалибер. Обзор, увы, не сильно вырос. Да, 380 проще разгонять, но это все еще далеко от эффективного инструмента, который поможет против того, что вы можете встретить. Как и в предыдущем случае, вам нужно ориентироваться на настрел, помимо насвета. Анализируйте противника, понимаете, когда можно разменяться альфой, когда по-хитрому дать вбок, когда с помощью подвижности вы хотите форвануть 250 урона. Углы, конечно, вас сильно ограничивают, но к этому моменту вы должны уже привыкнуть к ним. И на этом танке нужно начинать привыкать к ужасной точности. Дальше будет только хуже, поэтому если вы хотите качать оставшиеся машины, чего я не рекомендую, учитесь не рассчитывать на то, что снаряд попадет. Если вы к этому моменту вкачали боевое братство и перки на обзор, то вы молодец и можете кататься с оптикой. Если нет, то, увы, трубы. Не забудьте про стапо-досылатель, они вам понадобятся. Ну а дальше молекулярная кухня, потому что две топовые вишенки на торте ветки будут иметь совсем другой вкус. 132А. Забудьте про стабильность результатов, у вас до сих пор посредственный обзор. А вот ваше орудие стало хуже. Да, альфа выросла, но с нею упала точность и стабилизация. Ваш стаб едва ли не худший на уровне, прибавка в ДПМе мизерная. У других машин схожий урон в минуту, но доставка урона у них более стабильная. При этом вы все также должны отыгрывать роль гибрида, но сейчас дамаг становится приоритетнее ввиду того, что количество обзора и маскировки у ЛТ конкурентов выше. И если обла может играть вблизи, то для вас агрессия это уже плохая идея. У вас нет такой рикошетной брони и стабилизации. Нужно искать позиции, с которых нанесение урона не будет чревато от веткой. По идее, вся эта ветка должна была развиваться и иметь прогрессию, но увы, расплата за альфу настолько жестокая, что кажется, будто твой танк не может больше ничего другого. Маневры помимо стандартов для светляков опасны. Позиции, с которых машина эффективна, подводят команду если напротив ЛТ, у которого больше свободы, а урона не хватает, чтобы оправдать такой геймплей. Вообще, сама идея танка с точностью и стабом для ближнего боя, а всем остальным для дальнего, нелепа. Она может быть и играла бы на уровнях ниже, но сейчас лучше вас с работой как светляка, так и дамаги расправляются средние танки. Чтобы хоть как-то компенсировать недостаток обзора и косость орудия, я катал этот танк с вентилем вместо досылателем, в оставшиеся слоты брал оптику и стаб, потому что других вариантов особо нет. Вот мы и добрались до топа. Невероятная помойка под названием WZ-132-1. Нам дали бронебашни, на башне повесили противокумулятивную сетку, дали 390 альфы и все. Причем то, что я перечислил, не совсем плюсы. Возьмем сетку. Она вроде бы должна работать против кумулей, но механика нашей игры работает так, что 3 миллиметра экранов не помогут вообще никак. При этом сетка, хоть и на модели вокруг всей башни, на самом деле с дырами. Но это фигня. Главное, для чего нужна эта сетка, ловить фугасы. Ее бы не было, фугас прилетающий мимо башни не сделал бы ничего. А так, он попал на сетку и взорвался, нанеся приличное количество урона, ведь борта башни и корпус, до которых достает сплэш, картон. Ну хорошо, сетка фигня, а пушка, это же L-7, то самое легендарное орудие, которое ставили на леопарда Центуриона М60 даже на Т-55. А у нас еще и А3 версия с леопарда улучшенная. Может там пробитие есть? Точность? Стабилизация? Ни хрена там нет. Даже скорости полета снаряда. Этот длинный мощный ствол имеет ту же самую скорость полета снаряда, что и короткая пипулька у Т-100. То есть получается, что в башню вместился этот изменивший танкостроение ствол и внезапно стал хуже по всем параметрам? При условии, что L-7 А3 влезал в башню Т-55, который имеет такой же форм-фактор и соотносимые размеры? Мурозорщина какая-то. На самом деле 132-1 является жертвой типичного варгейминского нам похер. Изначально он должен был, как и все китайцы, быть альфачом. У других ЛТ-10, которые сейчас имеют схожую альфу, было 360, а у него 390. Только вот остальные ЛТ апнули, а про китайца забыли. Хотите кидать по 390? Возьмите Шеридана, у него лучше точности стаб, да и углы есть. Хотите активно СТ-шить? Возьмите Т-100, его подвижности и размеры заменят любую броню башни. Хотите фармить урон? У 13-105 ДП меньше всего на 80, а возможностей больше. 132-1 это танк без лица. Он, как и предыдущий танк, хреново справляется с ролью СТ, и еще хуже с ролью светляка. Сколько я не пытался, я не могу эту машину заставить работать, ведь ее главная фишка это чертова нестабильность. Я оставлю такие же модули, как и у 132А, но это не панацея. Топы Китая требуют серьезной переделки. Одним из вариантов мог бы быть выбор из двух орудий. ДПМ против альфы, как было раньше. Сейчас же у нас 0.42 точность, 390 альфы на 10 уровне без нормального урона в минуту. И это даже не смешно. 9 и 10 уровень это не логическое завершение ветки, это просто не суразится. Альфа растет, стабильность падает. Везение становится королем вашего геймплея. Если вы не хотите играть в китайскую рулетку, то стоит остановиться на 131 или 132 и не лезть выше. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели, хорошего времени суток и удачи в рандоме. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok